Народный духовой оркестр Каменского районного дома культуры отметил свой 30-летний юбилей. Зрителям была представлена обновленная концертная программа. Поздравить юбиляров приехали творческие коллективы из северных районов республики. Духовой оркестр отличает 30-летие. Какую роль в жизни города он играет? Участие в праздниках духового оркестра поднимает дух народа, радость приносит постоянно. Оркестр духовой – это большое значение имеет для нашего района. Мы же его привлекаем на все массовые мероприятия, гуляния народные. Духовой оркестр – это настоящие свадьбы, настоящие вечеринки, настоящие мероприятия. Первая репетиция духового оркестра состоялась в декабре 1985-го. Через пять лет ему было присвоено звание народного. С тех пор коллектив его успешно подтверждал в восемь раз. Из 26 участников 12 играют с первого дня. Николай Стенжицкий по праву считается старейшиной коллектива. Недавно отметил свое 80-летие. За долгую творческую жизнь играл во многих духовых оркестрах города и района. Сколько я помню, что я с 15 лет, я и рай в оркестре. Нет у меня музыкального образования. Учиться не было возможности после войны. Мама болела, если бы не труба. И двое, сестра и брат, наверное, мы не выжили бы. А труба спасала. Вот я с тех пор не бросаю трубу. Григорий Гонза – профессиональный музыкант в этом оркестре со дня его основания. За эти годы сам воспитал несколько поколений юных музыкантов. И сейчас руководит детским духовым оркестром в Школе искусств. Духовой оркестр для меня – это все. Это для меня и жизнь. Ложусь и встаю в духовом оркестре. Я люблю эту музыку. Играю сам я на трубе, на саксофоне. Детей учу, тоже играю на духовых инструментах. И с малых лет приучаю. Ознакомлюсь с инструментами. Сам играю, покажу им, как надо играть. Половина оркестра – это профессиональные музыканты с высшим и средним специальным образованием. Остальные участники – люди разных профессий, увлеченные игрой на духовых инструментах. Возраст музыкантов – от 18 до 80 лет. Большой коллектив, сложный, люди разных профессий. В первые дни основания этого оркестра мы подружились. Мы друг друга выручаем, стараемся. Мы хотим дарить людям красивую, интересную музыку. И заодно научить молодого поколения любить такой жанр музыки. Такое жанр искусства – это очень редкий и, мне кажется, очень красивый. В праздничной программе звучали произведения разных жанров и стилей. Многие оркестрам исполнялись впервые. Очень отрадно, что в Каменке существуют сильные коллективы духовой музыки. У них очень большой и интересный репертуар. Их выступления всегда проходят на ура. В день 30-летия я хочу поблагодарить вас за тот творческий путь, за то созидание. Только духовая музыка может тронуть так сердце. И только она может настроить налад патриотического воспитания и гражданской позиции. Званиями «Отличный народник культуры ПМР», грамотами и благодарственными письмами от Госслужбы по культуре, Госадминистрации и района было отмечено большинство участников оркестра. Ирина Гуско, Валентина Астасишина, Юрий Занчковский. Первый Приднестровский телеканал.